Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого. Очередной выпуск рубрики «Лёша смотрит». Только что мы посмотрели фильм. В русском переводе он называется «Живое», но мы, так как находимся на родине этого фильма, то, собственно, в оригинале «Лайф». Фантастический, не знаю, как это сказать, триллер или боевик. В общем, очень такие смешанные впечатления и, скорее, больше нет, чем «да», потому что, мягко говоря, то, что делают герои этого фильма, очень-очень странно. В двух словах. Международной космической станции берут какую-то амебу, она оказывается первым внеземным организмом обнаруженным. Я что-то забыл, откуда они вот это, с Марса, что ли, им пришло эта фигня. В общем, первый внеземной организм, они в него начинают тыкать пальцем, бить его током, и организм внезапно оказывается враждебным. В общем, в некотором роде есть параллели с фильмом «Чужой», но если в «Чужом» прилетали на неопознанную планету не совсем ученые, а там всякие наемники и прочее, то здесь команда из шести ученых ведут себя как полные дебилы. Они делают все, чтобы просто быть съеденным, чтобы на тебя напало чудовище. Я уже молчу о том, что каким-то образом в космос полетел инвалид. Реально у чувака не работают две ноги. Я не понимаю, как можно было вот инвалида такого отправить в космос. То есть, инвики думают, у нас же шесть миллиардов здоровых людей, а давайте мы инвалиды... Он не без ноги, у него реально две ноги не работают. То есть, человек просто летит с 30 килограммами лишнего груза в космос. Это уже просто... Ну, ладно, хрен с ним. Но то, как сами ученые, умнейшие люди... Первый ученый, извините за спойлер, погибает, с криком «Да пошло все в жопу!», открывает дверь, где сидит это чудовище, и радостно дохнет там. Это ученый. Я понимаю, что его Райан Рейнольдс играет. Райан Рейнольдс, который играет еще Дэдпула. И, в принципе, он в этом фильме роль Дэдпула отыгрывает, который дохнет очень быстро. Но все равно ты ожидаешь от триллера, вроде как серьезного фильма, чего-то логичного. Раз это происходит на космической станции, раз это ученые, фиг с ним. Самое чудовище, просто осьминожек. Но оно не страшное. Вот по сравнению с «Чужим» тем же, где отличный дизайн эти... Внимание, спойлер фильма «Чужого» у него изо рта несколько челюстей вылазит, если вы не знали. То здесь осьминожек. Осьминожек и все. Очень сильный осьминожек. Ну, он... Ну, блин, ну его не страшно. При этом в фильме есть русская актриса. И единственный плюс фильма, ну, для русскоговорящих, можно сказать, что это, пожалуй, единственный на моей памяти иностранный фильм, где русских космонавтов изображают нормально. Она тут еще и командир корабля. Ну, если не брать общий дебилизм всей команды, естественно, то она вменяемая, да. Там, руководит. Это не тот космонавт из Армагеддона, который поводком стучал по механизмам, чтобы заработала станция. Хотя, с другой стороны, и тут смогли русскую технику обосрать, извините. Корабль такой электронный, там голограммы всяческие и прочее. Но русские счетчики, там что они, температуру показывают. Русские термометры сделаны такими аналоговыми стрелками. И там написано, написано «Цельсию темп». Температура по Цельсию, такие аналоговые стрелки. Все равно. То есть, все послали на Международную космическую станцию электронику и только русские механику туда. Я уверен, что он еще на шестеренках работает. На ртуте измеряет температуру. В общем, откровенно, фильм очень странный. Несколько там забавных экшн-сцен было. Ну, как бы так, интересно посмотреть. Но тратить на это несколько часов в своей жизни, сколько он шел, наверное, больше двух часов, деньги, мне кажется, не стоят абсолютно. Скучновато, и просто постоянно ты себя ловишь на мысли, какого хрена они делают, зачем они это делают. Так что фильм «Жизнь», к сожалению, так себе оказался, хотя много надежд на него возлагалось. На этом все. Всем пока. Смотрите интересное кино.